здравствуйте любители хорошего алкоголя только собрался снимать ролик как загремели небеса спряталась солнышко пошел дождь стало пасмурно поэтому заранее извиняюсь если видео будет темноватым сегодня у нас на обзоре джимми с limited edition достаточно интересный шотландец из высокогорья от именитой дистиллерии ангус данди которая производит достаточное количество интересных релизов но сегодня поговорим о джимми с limited edition тем более есть повод снять ролик на вискарик так как ко мне пришли новые бокалы вискарные от компании шпигелау если я правильно произнес вот такие вот снифтеры огроменные виски снифтер премиум у меня есть вот такие бокалы точнее бокал остался 1 2 я разбил очень жалко потому что это мои любимые бокалы с них просто эстетически доставляет удовольствие выпивать выдержанные дистилляты посмотрите на размер этих бокалов но этот конь в два раза больше наверное но тем не менее многие блогеры пользуются данной посудой и как бы не жалуются вот и мы проверим на функционал данный бокал на примере джимми с limited edition вот я бы заказал еще вот таких бокалов но на момент у их просто нигде не было ни на одной торговой площадке возможно попозже еще докуплю но очень классные бокалы действительно небольшого объема очень приятные бокальчики по сравнению с ну к такой к они не надо привыкнуть где-то просто огроменный бокал но в то же время интересные достаточно ну и просто хотелось расширить парк посуды ладно воду бокалом я произнес давайте переходите к джимми с limited edition изображен на этикетке олень крайне почитаемая в шотландии животное вот хотя олень такой знаете полуолень полубык пиджаке ну я крупным планом либо видео сниму либо фоточку при фигачу в общем-то данный напиток приобретался в сети магазинов брестоль то ли за 1600 то ли за 1700 рублей и дай думаю зайду в приложение посмотрю сколько он сейчас стоит и может быть схожу еще докуплю бутылочку может быть даже парочку в зависимости от стоимости и нифига себе он стоит 3000 рублей и поблизости его даже и не то есть виски не завозится скорее всего раскупается становится дефицитом вот и такой цены уже нет я приобрел две бутылки с разницей в несколько дней еще не открыв и не попробовал в первую тупо по отзывам ну я так решил что для односолодого пусть даже без указания возраста но малолетка три года конечно там указано не выдержанного так скажем не 10-летнего не 12-летнего виски эти деньги как бы вполне себе адекватные более чем вот ну а попробовав этот виски я как бы в этом только убедился но сейчас я вам конечно же подробно расскажу про ароматику и про вкус начнем конечно же с ароматики вы знаете неплохо кстати передают ароматику ну как сказать неплохо прям отлично передает бокальчик своей задачи справляется я думаю что из-за более толстого горлышко будет более спиртуозно вкушать ароматику но нет нормально ну может быть еще вискарь постоял кстати поймал нотки пары спирта все-таки вот этот маленький бокальчик мне больше нравится что там по аромату аромат за свои деньги очень интересный прям да и вообще виски в целом очень интересные за свои деньги в аромате лимонад ну классический лимонад не дюшес здесь именно лимон присутствует лимон присутствует как в ароматике лимонада так и лимонных леденцов сладеньких чувствуется немножечко медовость цветочность яблочко яблочко скорее такое вот желтая которая похожа по вкусу на но golden наверно она называется которая по вкусу похожа на помесь яблока и груши много ванили ванилька прям вообще присутствует видимо свежие бочки из-под бурбона как заявляет производитель только бочки из кентукки сэши а вот спиртозность кстати совершенно уже ушла колыхнем чуть-чуть и пошли вот эти крема где-то вот даже десертная какая-то составляющая если даже не выпеченность может быть лимонник какой-то лимонный пирог приятный нежный кремовый ванильный лимонный аромат очень вкусный у меня слюна пошла очень приятная ароматика у виски на самом деле когда я его только открыл только налил ароматика мне показалось простой ну она на самом деле таковой является здесь нет там тысячи тысячи оттенков аромата но тем не менее ароматик очень добротно если есть бражность то совершенно какая-то минимальная на уровне на уровне наверное ваших фантазий не более вот что касается вкуса вкус мне понравился больше при первом открытии вот и кстати виски очень питкий вот это где-то два подхода очень осторожно с ним друзья если вот вы его найдете если вы его приобретете по хорошей цене это будет вообще очень здорово и замечательно но блин как же тяжело от него оторваться какой он питки вот прям ну супер знаете вот гленфидик 12 лет примерно такой же питки для меня был я его прям с удовольствием там 05 было правда здесь там седьмая я учет прям за несколько заходов за три по моему с удовольствием выпил под нектаринчики под яблочки очень замечательно его можно даже и не закусывать это тоже очень прикольные виски ну гленфидик ладно поехали на вкус друзья за ваше здоровье кайф я просто удивлен за свои 1600 1700 но сейчас уже три ну правда без скидки не знаю может быть там где-то и за душечку получится его выцепить это тоже будет большая удача виски очень классный давайте еще глоточек во вкусе цитруса практически не чувствуется во вкусе он нежный он сливочный он мягкий он кремовый вот прям чуть ли не десертный чувствуется бочка очень приятный ненавязчивая просто кайфует такой бочки вот она есть и она нигде не свербит нигде не горчит нигде не кидается вот на передний план замечательно вот люблю такой вкус бочки и на послевкусие вот вкус ярко выжженный вкус карамели причем леденцовый карамели замечательно и после вкусе до сих пор длится с легкой-легкой дубовой горчинкой и вот этой вот карамелькой леденцовой еще глоточек друзья может быть что-то еще выловлю то 40 градусов кстати какая ароматика и какая мягкая структура вы знаете сейчас он мне больше на ароматику зашел чем на вкус но вкус такой тоже совершенно не хочется закусить хочется просто наслаждаться вкусом и послевкусие очень приятные виски мягкие питки десертный такой сладенький приятный но при этом не приторный спасибо что смотрели меня ставьте лайки подписывайтесь на канал берегите себя и всем пока до новых встреч до новых встреч